здравствуйте уважаемые подписчики и гости нашего канала сегодня мы вместе с вами разделим этот магазинный кустик сорт алтима куст магазины припал после сразу после получения магазинного куста необходимо обмыть листовые пластины от пыли от тех препаратов которыми обрабатывалось растение перед отправкой и в магазине я это делаю в ванной комнате то есть беру обычный мыльный раствор и протираю листиками зачем душем смываю остатки мыльного раствора с листья с листовых пластин этот куст мы будем вместе с вами делить но если у вас нет желания делить этот куст вы хотите вот оставить такой же пышненький красивенький кустик то можно пересадить его методом перевалки грунт в котором сейчас находится это растение он по своему составу очень схож грунтом 2 состава поэтому менять и удалять этот грунт полностью не следует достаточно будет извлечь аккуратненько растение из горшка извлекаем внимательно осмотреть корневую систему растения на предмет загнивания как видите здесь все отлично и аккуратненько убрать верхний слой грунта и много убирать не следует то что можно сказать осыпается и и так же посмотреть снизу здесь у нас очень плотный ком тем не менее можно чуть-чуть убрать можно чуть-чуть попробовать сверху прощупать и снизу также попытаться посмотреть проверить на наличие торфяной таблетки сверху наверное в этом случае будет гораздо удобнее нет никак как мне кажется здесь ничего нет вот то есть если вы пересаживаете растение методом перевалки вот в таком виде растения можно посадить горшочек большего объема использовать для посадки грунт 2 состава как я сказала что он один течен этому грунту как по составу так и по кислотности поэтому после пересадки растение будет очень быстро пойдет в рост не будет стрессовать вы сохраните кустик таким же пышным и красивым но наша задача это разделить этот куст так вышло нас попросили это сделать поэтому мы сейчас аккуратненько будем очищать полностью корни от этого грунта аккуратненько это делаем корни очень хрупкие антуриума поэтому их можно повредить прежде чем приступать к разделению конечно лучше пролить этот земляной ком водой чтобы он был влажный тогда и грунт будет легче отделяться и корни меньше травмироваться сейчас я отделю и потом уберу грунт а потом уже мы вместе с вами разделим курсе разделила так как корни были спрессованы очень пришлось мне делать все это конечно воде потому что иначе бы у меня ничего не вышло корни очень хрупкие они бы просто сломались и я отправила растение воду но какое-то время постояла и затем прям в воде я разделяла этот кустик вот у меня получилось две большие хорошие и здесь получается 1 и 3 маленькие небольшие опять же после разделения внимательно осмотрите корневую систему вот возможно где-то появятся те корешки которые надо будет удалить они будут подгнивать вот смотрите вот допустим здесь вот видите он усох можно либо обрезать либо это убрать посмотрела вроде показалось что ничего нет но здесь опять же внимательно все это смотрим здесь тоже у этих взрослых растений я хорошо все обсмотрела здесь все отлично все прекрасно далее приступаем к посадке для посадке мы будем использовать все тот же грунт 2 состава вот приготовлен уже напомню что здесь три части кокосового субстрата крупной фракции и одна часть верхового торфа смотрим на самую большую вот эту вот пушистенькую такое ребенку посадим большой горшочек до дно насыпаем грунт и далее аккуратненько опускаем в него растения кстати при посадке я хочу использовать корневин какой хорошенький кустик получится в дальнейшем здесь я так думаю будет вообще пышный красивый такой кукол здесь только боковых ехал так что красавчик будет готов посадили далее вот этих малышей мы наверно посадим стаканчики присыпаем опять же грунта и опускаем наше растение цепляется не хочет сопротивляется засыпаем вот так же посадим и все остальные наши растения вкус мы вместе с вами разделили посадили у нас получилось две небольшие две большие телянки и здесь одна средненькая при посадке мы использовали грунт второго состава использовали корневин сейчас мы обработаем листовые пластины растения стимулятором я используя шпи-101 с обоих сторон включаю черешочки так вот аккуратненько все растения не торопясь надо обработать затем растения отправиться в тепличку где созданы хорошие условия высокая влажность воздуха температура и хорошее освещение первое время будем наблюдать за состоянием растений затем уже когда они окрепнут переставлю обычную на подоконниках нужно в теплице мне стоят только при анимашке спасибо за внимание подписывайтесь на канал пишите комментарии до новых встреч